Резьба по дереву, керамика, текстильные куклы, матрешки, бижутерия, ручная работа. На улице ремесленников было много привычных промыслов. Среди многообразия ярких поделок выделялся стол, за которым мальчик в смотканной рубахе что-то сосредоточенно мял в руках. Рядом дедушка на электрической прялке тянул грубую пряжу, а бабушка ткала полотно. Умельцы Саранска занимаются необычным рукоделием. Они делают одежду из крапивы. Это называется обработка крапивы двудомной, которая растет всюду как сорняк с целью получения волокна и дальнейшего получения ткани и сшить из этой ткани одежду. Валерий Федорович увлекся этим необычным для 20 века ремеслом 10 лет назад. Он воспроизвел старинный цикл обработки крапивы от сбора сырья до пошива одежды. Использовали такие комплекты из крапивы всего 70 лет назад. И дело не в целебных свойствах этого сорняка, а в доступности сырья. На вопрос о целях умельца при создании одежды жгучего растения он ответил просто. Я амбициозный человек. Я вот хочу сделать и все. Никто не умеет, а я умею. Вот в этом и заключается стремление. На фестиваль народных промыслов приехали мастера не только с ближней округи. Олег Колесников привез свой проект литературного варенья из Воронежа. Мы их получаем в музеях. Там специальные люди есть, которые занимаются этой кулинарной темой. Мы их оттуда получаем, переводим на наш современный язык, на наши меры веса. На Верень-Арт творческая команда привезла ягоды жимлости и сварила вкусное лакомство с добавлением душистых листьев мяты. Это очень мистическая, сказочная ягода, которая к нам пришла с Востока, ну если точнее сказать, с Китая. И в Китае этой ягоде много посвящено легенд. И легенд про любовь. На открытии фестиваля гостей приветствовали представители администрации Темниковского района и заповедника. Верень-Арт проводится в Мордовском заповеднике впервые. Верень-Арт. Верень в переводе это лес по-мордовски. То есть это такой лесной фестиваль, целенаправлен на поддержание, восстановление народных промыслов нашей республики. Концертную программу подготовили творческие коллективы из различных районов Мордовии. Они исполнили мордовские, татарские, русские фольклорные песни. Организаторы решили погрузить гостей в историю республики и подготовили специальную площадку. Изюминкой нашего фестиваля будут импровизированные моляны на Керемете. Кереметь это место, где раньше Мордова во времена язычества молилась различным богам и о чем-то просила. По подсчетам организаторов Верень-Арт посетили более полутора тысяч человек из Мордовии и других регионов России. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.